Стритбол или уличный баскетбол объединяет множество молодых людей по всему миру. Эта простая и вместе с тем очень притягательная игра эффективно служит пропаганде здорового образа жизни. Она стала для многих ребят путевкой в большой спорт. Стритбол очень популярен на Кубани и в нашем районе, где ребята соревнуются в рамках всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. В первых числах июня во всех поселениях муниципалитета прошел первый этап турнира. Победители прибыли в районный центр, чтобы выявить сильнейших в Славянском районе. Местом соревнований была выбрана площадка в Северном парке. Условия хорошие, всем очень удобно. Я думаю, тут все замечательно. Здесь и тенечек есть, деревья, и здесь лавочки есть детям, где посидеть. И база здесь, и покрытие здесь на 100% все устраивает. Ребята и девочки средней возрастной категории 13-14 лет любят стритбол и были настроены на серьезную борьбу. Я люблю стритбол. Из-за того, что мы забрасываем в кольцо, я думаю, что у нас все получится. Стритбол – это динамичная игра, где используются различные уличные элементы. То есть в стритбол могут играть все, даже не профессионалы. Этому можно научиться легко на улице обычно, на дворовой площадке. Ну, как в баскетбол, так же. Здесь похожи все элементы. Мне нравится игра, потому что она командная. И задействованы все люди, все игроки, члены команды. Работают как единый механизм. В упорном соперничестве все было организовано по принципу «проигравший выбывает», «победитель выходит в следующий круг» были определены лучшие. Лидер среди мальчиков – команда спортивной школы «Триумф». Вторые – игроки славянского городского поселения. На третьем месте – анастасиевское сельское поселение. Среди девочек победили представительницы «Триумфа». На втором месте – спортсменки из прибрежного сельского поселения. Замыкают тройку призеров – игроки из Славянска на Кубани. Впереди зональные соревнования, где будут представлены наши команды, занявшие первое и второе места. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...